короче сейчас расскажу по пальцам что произошло вчера я работал в саду потом на болотном саду там болото все затапливает потом у отца в саду потом мы поехали доски забрать у одного его знакомого и в общем у него собака была и он сказал у меня назвал едой и уточнил что костистая еда для собаки и никак не отреагировал а потом в конце когда я закурил и машина проехал я как бы остался с ним один на один и он чтобы уточнить подошел ко мне и задал какой-то вопрос про кузов машины типа хотел проверить отвечу ли ему как-то агрессивный или нет типа я никак не ответил и он еще когда здоровался с ним он типа я руку вперед а он вот так как бы зажать не стал протягивать поэтому получается так что типа он половину моей руки пожал такого всегда от гуала я помню это всегда токсичные люди так здороваются все что они говорят это притворство и такое токсичная токсичность вот таких много а за этим вообще за ним скрывается неблагодарность и обесценивание обесценивание очень распространенная вещь даже в отечественной пост наука вот я смотрел канал про синдром беспокойных ног там этот мужик который говорит про синдром с точки зрения науки он говорит что это генетическое заболевание передается и метис то есть ну обесценивает клеймение идет людей с таким заболеванием хотя никого из моих предков нету синдрома беспокойных ног это не генетическое заболевание но вот те кто обесценивают они все называют генетическим заболеванием передающимся по следствию чтобы клеймить заклеймить людей они как правило гомофобы сексисты и прочее прочий набор такие такой менталитет и это проявляется в том числе что они нервные заболевания там психические болезни стигматизируют в то время как но они не говорят например о том что сша открыли лечение рака какого-то вида рака и уже научились лечить они говорят вот генетические заболевания что под этим скрывается что типа не не размножайтесь с теми кто имеет такое заболевание эти люди вынуждены скрывать какая же эта медицина если человек не станет после такого пытаться лечить это и будет скрывать это заболевание не а а а а а а а все это хуйню что я смотрел савельева прочая хуйня кстати страйк не кинул блять за что я когда фанател несколько лет много лет назад ошибочно полагаю что прогрессивный чел перезалил его видос его лекцию да нахуй он кому-то нужен всякую хуйню там про вазомоторный как она даже забыл название вегето сосудистая дистанция много этой хуйни еще по мозгу бьет когда едешь в сад или к отцу приходишь там телек работает а машине радио там пиздец мозги ебут какие-то набуханные после пьянки опуренные старики блять закашливающийся голосом своих кумиров жалуются блять все время на санкции блять время жалуются блять жалуются по мозгам бьет скоро блять бабки останутся одни которые будут жаловаться жаловаться блять слушать этих бабок придется ну или оставят там этих стариков старики помрут а бабки останутся и кто будет пиздеть только бабки это будет вообще охуительно слушать бабки старые пиздят романтичные одно и то же чучерок сзади чучерок сзади чучерки не а а в нет смотришь какой-нибудь южный южной кореи сериал там там все время девушка сама проявляет инициативу навязывается прям парню главного героя ну там ограниченная такая богема из из богатых людей которые которые дети которых снимаются фильм в кино там сериалах одни и те же лица блять бедняки там не имеют доступа видимо к такому таким привилегиям это в странах с развивающимся капитализмом но они там поднимают кстати вот эти вот характеристические проблемы постоянно там много такого ну если нет они не совсем развлекательные фильмы там вот такое поднимается такая проблематка ну а в сша антивоенные фильмы и анти правые фильмы феминистические фильмы развиваются турции как я понял по рекламе наиве там видимо патриархат пропагандируется там везде как я понял одно и то же типа пропагандируется охуительные турецкие мужики блять какие они охуенные как они охуенно прожигают взглядом блять про это пита там запретили с формулировкой что он слишком красив блять представляет в основном какой-то мужик есть который перехватизировал феминизацию создав секту где бабы типа ну как подопечный его и он типа себя выдал за борьца за право винисток в турции просто охуительно фильмы всегда бабы истерят просто даже то есть сравнение с западными фильмами там если они истерят то это для чего-то ну показывают типа а вот в наших фильмах я так глазком курить на балкон ходил там глянул они просто истерят вот просто обычно что-нибудь чтобы сказать они вместо этого вместо того чтобы спокойно сказать это кну адекватно они просто любой вот диалог любое слово которое они говорят обыденное с истерикой с такой то есть в первый момент на истеричном состоянии постоянно находится судя по фильму это какой-то пиздец в сша или в южной корее там тоже есть сцены где бабы истерят но это определенных ситуациях они они просто постоянно каждый то есть какой-то абсурд не до обсуждали не доходит до там бабы делают первый шаг знакомстве вот в чем существенно капитальное отличие а здесь как бы вообще нет любви или блядство типа блять сидел у отца и там по телеку якубович блять я не знаю его клонировали еще ему уже было сколько лет все его показывают там какая-то баба пела песню блять не виновата я что люблю блять виновата что эта песня это просто оправдание блядства ну по сути это так убого слышать блять саму песню пиздец ну че ну че ну че ну че Ну, че?